Где тот социальный взрыв, который так часто предрекали? Его нет. Я могу высказать только комплименты и готов повторить. Мои комплименты народу Бразилии. Друзья бразильцы, примите комплименты. Но бразильцы, похоже, равнодушны к комплиментам президента FIFA Йозефа Блаттера. После окончания его пресс-конференции, журналисты вновь стали свидетелями акции протеста, мишенью которой была как раз возглавляемая господином Блаттером Международная Федерация Футбола. Массовые беспорядки, вспыхнувшие за месяц до начала чемпионата, напугали как организаторов мундиаля, так и бразильские власти. Впрочем, манифестанты вперед матчей сохраняли спокойствие. Другие переживания были связаны с тем, что за несколько дней до открытия чемпионата работа на стадионах еще продолжалась. Зато к приему туристов Бразилия была полностью готова, хотя опасения, что социальная напряженность в стране и рост цен могут отпугнуть часть из них, сохранялось долгое время. Но волнения были напрасными, реальность даже превзошла самое оптимистичное ожидание. 20 главных аэропортов Бразилии обслужили 10 миллионов пассажиров, почти 700 тысяч туристов из 203 стран пересекли границу, на 32% больше, чем в тот же период годом ранее. Болельщиков приехало больше, чем на Кубок Мира в Южной Африке. С этой точки зрения итог положительный, но чемпионат в Бразилии также был отмечен смертями рабочих на стройках, выселением городских бедняков из кварталов вокруг стадионов, обрушением виадука, унесшую жизни двух человек. Что касается социального климата, то спокойствие в стране во время Кубка Мира во многом связано с мерами безопасности, которые многие сочли даже чрезмерными. По всей стране были мобилизованы для охраны порядка 100 тысяч полицейских и 50 тысяч солдат. Безопасность болельщиков, среди которых были и главы государства, обошлась бюджету в 855 миллионов долларов. Но как только они разъехались, инициативу вновь захватывают манифестанты.